Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня хотел бы рассказать про грядущее обновление. По названию вы уже поняли, что это будет что-то глобальное, что-то имбалансное. Ну и безусловно, речь пойдет про Energizer. Как-то так он будет называться. Что я могу сказать сразу? Это будет что-то типа нового ребаланса. Ребаланс 2.0, только он будет связан с модулями. Многие меня спрашивали на стриме вчера, как это все будет работать, ничего не понятно. Ну я в принципе пересмотрев видеоблог так раз 5-7 и вслушиваясь в каждое слово, понимал для себя какие-то определенные вещи, как это все будет работать. И даже перед записью этого видоса я все-таки взял и пересмотрел тот момент, где рассказывают про проект этот Energizer. Потому что, ну, объективно говоря, тяжеловато, тяжеловато всю эту информацию воспринимать. Надо очень сосредоточиться, чтобы все понять. Ну, в принципе, если вкратце, то начну я с такой информации, то что у нас в игре заберут все эти трипл модули, которые у нас сейчас имеются. И получается так, что у нас останется только 14 модулей в игре. Это будет 13 одинарных модулей от пушек и один модуль от мин. В принципе, все понятно, все легко, ничего сложного нет. Ну, а как это все будет работать? Вы прокачиваете одиночный модуль и потом начинаете складывать. По превьюшке вы видите вот этот одинарный модуль. Ну, в принципе, простые одинарные модули, которые сейчас и есть у нас в игре. Вы просто берете и начинаете собирать себе новый модуль. То есть у вас, например, есть прокачанный одиночный модуль от венца, одиночный модуль там от рикошета и, например, от джиги. Вы берете и складываете все эти комплектующие, все ваши одинарные модули в одно единое целое. Все, в принципе, понятно, я думаю, ничего сложного в этом нет. Вы просто собрали, играете на тех пушках, которые вам нужны. Что же касается цены. Цена, ну, не знаю. По мне так цена должна быть одиночным модулем, вот именно этим. Без прокачки должно быть большая. Все-таки их только 13. Я думаю, это будет что-то в районе 1 миллиона кристаллов. Мне так кажется. Ну, не знаю, как это все сработает, как это все будет происходить. Но я думаю, что это примерно так. Что-то около этого. Потом же, что касается... В чем суть именно, почему говорят, что это будет самое глобальное обновление. Потому что будет, как всегда, очень много негодований. Очень много вопросов в плане того, что, например, раньше было там лучше, были простые модули, не надо было ничего придумывать. Безусловно, комбинаций будет намного больше. Значит, возможно, это вызовет какие-нибудь баги, лаги, если будет недоработка. Ну, и проект реально рискует в данном случае делать вообще вот все такое в этом роде. Глобально, масштабно и очень рисково. Что я могу сказать. Ну, с другой стороны, возможно, это из-за того, что экономика игры уже потихоньку проваливается. А проект все-таки... Ну, если говорить честно, хочет зарабатывать деньги. А чтобы зарабатывать деньги, надо вводить что-то новое, менять как-то экономику. Так же, как было, например, с ребалансом. Поэтому я, ребятки, и говорю, что это ребаланс уже будет 2.0. Я так думаю. Ну, объективно говоря, ну, когда просто меняют все модуля, это уже чистейший ребаланс. То есть, либо все кристаллы сейчас за модули нам вернут, либо же сделают какие-то своеобразные переходы, например, будут давать пункты или баллы определенные за каждый модуль, например, в зависимости от ее прокачки. Но все же я думаю, что проще и грамотнее это будет реализовать, все возвратив в кристаллы. Все-таки у каждого игрока есть своя определенная большая прокачка, и это было бы, по мне, так правильнее. В принципе, здесь тоже все понятно. Переход будет сделан. Ну, по моей логике, ну, просто переход в кристаллы, это более правильный переход. Ну, то есть, не будет никакой путаницы и никаких вопросов. В принципе, по цене я сказал, ну, что я именно думаю. Я думаю, это будет один модуль, а один миллион кристаллов. Ну, именно только покупка. Только покупка, никакая там еще не прокачка. Что касается прокачки, это, безусловно, должно быть еще дороже. И чтобы, если, ну, если вы хотите реально нагибать, хотите отруливать, как делал это фейс, кто уже знает, то, безусловно, вам, наверное, будет платить очень дорого. Платишь, чтобы нагибать. Ну, это было бы, по моей логике, это было бы правильно. Как же это все выйдет? В принципе, в скором времени мы об этом всем узнаем. Примерно это все выйдет где-то через, через, через так, недельки так две. Все-таки говорят, что к дню ТО это все уже у нас появится. Ну, будем смотреть, будем следить. Пока есть очень много курьезных моментов, много недопониманий. Также и у меня есть много вопросов в плане этого перехода, ребаланса. Ну, очень-очень рискованно, я повторюсь, но не знаю, как это все будет реализовано. Проект рискует потерять последних стабильных игроков, которые заинтересованы в данном проекте. Безусловно, это не будет никакой дисбаланс именно по отношению корпусов и пушек, то есть никакая физика, ничего не меняется. Все остается прежним, но все же модули, модули в данном случае, на данное время в проекте решают очень много. И, говоря чисто от себя, для меня это будет плюс, как обновление. Если же цена будет на все это дело очень-таки большая, я буду на 100% с этим согласен. Как бы, ну, если говорить честно, то сейчас прокачать свой гараж намного проще, чем это было раньше. Хоть и многие говорят, что это наоборот, но я могу сказать именно так. А если гараж прокачать проще, и, в принципе, сейчас уже видите, то, что очень много игроков имеют очень-таки хорошее вооружение, хотя по большей части они не имеют такого сверхскилла, сверхнагиба. Им, ну, в принципе, не владеют, чтобы иметь такое вооружение для нагиба. Поэтому, по моей, с моей точки зрения, было бы логически сделать очень зашкальную такую цену, вернуть все это, реализовать и сделать вот такой вот ребаланс 2.0, ребаланс модулей. Все это у нас будет называться секретный проект Energizer. Ну, я бы назвал проще, просто ребаланс, да и все. Никто не хочет это как бы так говорить, но я думаю, что именно так это будет все и реализовано. В принципе, я надеюсь, что данной информацией я вам мог как-то помочь, как-то разъяснить, как это все будет работать в плане перехода, в плане модулей в виде сборки, то есть вы прокачиваете одиночные модули по... Ну, вот как у нас есть сейчас в гараже, сейчас открою, покажу. Да, и на превьюшке будет тоже видно, как бы, что это будет выглядеть и как. Сейчас, 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 где это все, где, 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 где. Это вот. Вот такой вот будет модуль, простой, простой модуль. Ничего такого. Только здесь будут ячейки. Если виден курсор, сейчас я посмотрю, у меня курсор должен быть виден. Вот здесь будут такие ячейки у нас, то есть три. И вы просто нажимаете и добавляете в эти ячейки еще модуля. Ну, то есть еще резисты. Одиночные модули, цена которых будет, ну, если, если размышлять логически, размышлять, как размышляю я, то цена должна быть в районе одного миллиона кристаллов за один модуль. Это именно модуль М3 модификации. Ну, а что касается прокачки, я думаю, что там по цене прокачки будет еще все намного дороже, все намного круче. Возможно, это сделает проще в плане переодевания, в плане сборки модулей. Больше, больше, на 100% я могу сказать, что это будет намного скиллозависимо в скиллозависимо, скиллозависимо, ну, значимо, можно так сказать, в принципе, то, что вы сможете прокачать, вы сможете одеть то, например, сочетание, которое будет, не будет у другого, например, противника, все-таки, если это будет стоить очень дорого, то вам надо будет думать очень-таки грамотно, какие резисты прокачивать, что вам будет реально надо, что вам, блин, в принципе, вообще не пригодится. И, безусловно, сказали еще одну вещь, про которую я как раз-таки не рассказал, это то, что было сказано, наигрался на одном модуле, взял, пошел, сменил. Но, 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 есть одно но. Я думаю, что вот это взятие и смена будет тоже таки стоить определенной суммы кристаллов, поэтому, не знаю, не знаю. В принципе, будем смотреть, время будет идти, будет нас потихоньку с этим всем ознакомлять, можно так сказать. Ну, а я вам бы посоветовал, все-таки, как я думаю, что это будет ребаланс, посоветовал бы сейчас на ближайших скидочках и прокачать, купить модуля, потому что вы получите в принципе эти кристаллы вдвойне, вы ничего не потеряете, я думаю, что это будет логически правильный ход, поэтому, ждите секретный проект, я думаю, что он нас не разочарует и все будет красиво и сделано все будет грамотно, а главное, чтобы не было никаких лагов и багов. Ну, а я вас бы хотел попросить поставить лайк данному видео, подписаться на канал, если вы еще не подписаны, обязательно также в описании есть ссылочка на группу, переходите, там сейчас проводится конкурс на 300 тысяч кристаллов, обязательно участвуйте, розыгрыши, кстати, данного конкурса уже пройдут на следующих выходных, поэтому времени осталось мало, а количество призов такие 20 человек может выиграть кристаллики, поэтому участвуйте, нагибайте, ну, а с вами был мистер Ванька, всем спасибо, пока, ребят. Игорь Негода